Друзья, в прошлый раз я обещал, что мы продолжим с вами разговор про историю. И, почитав ваши комментарии, я считаю, что действительно очень важно на эту тему поговорить еще раз. Мне, например, пишут, что история давно из науки превратилась в желтую прессу, и не только, а что давным-давно, и сколько ее переписывали раз, увы и ах, не сосчитать. Историю можно вообще не относить к науке, ее пишет каждый правитель под себя, зачем говорить о других веках, когда тут лет десять назад толком никто не знает, что происходило. Почему-то после такого вступления обычно начинаются разговоры про великое героическое прошлое славян, которые от нас скрывают какие-то там жидомасоны, мировая закулиса, официальная наука и т.д. Вот такая точка зрения, что никто не знает, как было на самом деле, очень популярно, и звучит даже с высокой трибуны в исполнении, представьте себе, чиновников. Вот опять процитирую, что писал наш дорогой министр культуры Владимир Мединский. Вы наивно считаете, что факты в истории главные, откройте глаза, на них уже давно никто не обращает внимания, главное их трактовка, угол зрения и массовая пропаганда. Вот такая удобная позиция. Ну и в самом деле меня спрашивают, а откуда историки черпают свои сведения? Из летописей. Ну а кто сказал, что летописец писал правду? Был ли он объективен? Бывают ли они объективные летописцы? История — это вообще-то действительно такая специфическая наука. В чем специфика? Когда мы говорим про науки какие-нибудь естественные, типа физики, биологии, там ученые работают с фактами, которые можно проверить в принципе, эксперимент поставить. А история изучает явления, которые уже произошли в прошлом. Это события уникальные, они вообще невоспроизводимы в принципе. И поэтому историки могут работать только с какими-то отголосками, следами этих событий, то, что называется исторические источники. Это прежде всего источники письменные, то есть какие-то летописи, мемуары, надписи, письма, указы и прочие, 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 какие-то документы. Вот эти вот документы — это, конечно, только бледные отголоски прошлого, тени. И для человека далекого от истории это, в общем, все, как говорят, на песке. И поэтому мне пишут, что вот через тысячу лет, может, откопают Днепрогресс и решат, что это была гробница какого-то древнего вождя. Ну или, например, через две тысячи лет историки посмотрят фильм «Звездные войны», любую часть, и решат, что в конце 20 века люди сражались на световых мечах. То есть историки такие наивные, что они не в состоянии отличить исторический документ от художественного произведения. Действительно, в таком случае о том, чтобы восстановить какую-то реальную картину прошлого, об этом говорить бессмысленно. Удивительно, что при этом эти же авторы верят реконструкциям динозавров, но почему-то считают, что ученые не в состоянии, так сказать, объективно восстановить события, которые происходили по геологическим меркам практически вчера. Да, объект изучения историков специфичен, но препарируют его с помощью научного метода. Разумеется, никто не собирается верить всему, что написано в летописях или в других исторических источниках. То есть историки понимают, что там, скорее всего, правда может быть смешана с вымыслом. И вот задача как раз историка — отделить одно от другого. И с этой целью уже в течение столетий существует целая область исторической науки, который называется «Источниковедение». Вот такой известный археолог Лев Клейн, он описывает в книге «Археологические источники» то, каким процедурам подвергается любой документ, который попал историкам в руки. То есть будет то, опять же, летопись или любой другой текст. То есть, во-первых, прежде всего проводится экспертиза его подлинности. То есть мы должны убедиться, что это вообще не подделка. То есть этот документ относится к той эпохе, к которой его предлагают отнести. И тут начинают работать специалисты по шрифтам, по почерку, по материалам, по печатям. Много любопытных примеров такого рода приводит историк Константин Осмолов. Ну, простейший пример. То есть если некоторый текст написан в царской России, то там должны присутствовать яти и другие буквы нашего алфавита, которые перестали употребляться после 1917 года, после реформы правописания. А такая пресловутая Велесова книга, которую кто-то относит к IX веку, якобы, она написана на деревянных дощечках. Это странно, потому что следовало бы ожидать бересты или, например, восковых табличек для документа этой эпохи. Лингвисты проверяют текст на соответствие правилам языка, специалисты по древним языкам. То есть, например, если текст содержит современные имена языческих богов, а нам говорят, что он древний, это странно, потому что эти имена менялись. Историки проверяют географию. То есть, допустим, город Донецк, он вообще до 1961 года назывался Сталино. Поэтому, если в тексте 1942 года встречается название Донецк, это странно. В конце концов, можно документ датировать радиоуглеродным анализом, то есть определить примерный возраст материала. И вот после того, как такая экспертиза проведена, если мы убедились, что, наверное, документ подлинный, вот уже с ним начинают работать дальше. Его реставрируют, переводят на современный язык и уже начинают внимательно изучать его содержание. И, конечно, мы понимаем, что такого вот автора, который отстраненно, объективно, безразлично описывает события или режет правду матку, таких авторов вообще, наверное, никогда не существовало. То есть, чтобы оценить документ, оценить сведения из него, нам нужно сначала разобраться с автором. Кто он? На какого заказчика он работал? Каковы его политические, религиозные, прочие убеждения, какие-то моральные установки? Какую задачу он решал? Или задачи политические, коммерческие, административные? Кому он симпатизировал? На кого он был обижен? Соответственно, про что он мог умолчать? Что он мог приукрасить? Даже если он был свидетелем событий, про которые он пишет. То есть, известная старая поговорка «врет, как очевидец». Но не факт, что он был очевидцем. То есть, может быть, он пересказывал это с чьих-то слов. Во-вторых, как давно произошли события, о которых он пишет? Он пишет по горячим следам через три года, а может быть, через 300 лет. И вы меня, конечно, спросите, а вот при таком количестве всевозможных условий, как вообще восстановить реальную картину? Это можно сделать? Да, это можно сделать. В криминалистике существует такая штука «перекрестный допрос». Когда мы опрашиваем разных свидетелей, вообще их показания сверяем. То есть, они должны совпасть. Вот точно так же поступают историки и здесь. На тему «можно ли верить повести временных лет?» Никто не собирается верить всему, что там написано. А нужно взять византийские какие-то памятники исторические, тексты арабские, тексты западноевропейские, и их сверять, сравнивать между собой. Вот этим, собственно, историки и занимаются. Самый простой пример. Если у нас есть два текста, написанные людьми, которые принадлежали к враждующим лагерям, то понятно, что каждый из них будет тянуть одеяло на себя. То есть, своих превозносить, хвалить, оппонентов поливать грязью, и вот если при этих условиях, тем не менее, какие-то детали в этих текстах совпадают, вот этим деталям особое доверие. Вот ситуация, описанная Барбарой Мерц в ее книге про Древний Египет. Она рассказывает, как историки восстанавливали картину знаменитой битвы при Кадеше, которая произошла в 1296 году до нашей эры. То есть, египтяне, возглавляемые Рамзесом II, вели войну с хеттами, с хеттским царством. И хроника этих событий нам известна из надписей на стенах храма в Карнаке. Египетский храм. Как вы думаете, какова была цель этих надписей? Естественно, прежде всего, это восхваление, прославление фараона и его побед. И вот, тем не менее, из этих надписей мы узнаем, что Рамзес II, рассчитывая на быструю победу, обогнал свое войско с относительно небольшим отрядом. Дальше к нему приходят бедуины-перебежчики от хеттов и рассказывают ему, что якобы город стоит пустой, а хеттское войско куда-то ушло. Он им поверил. А это, естественно, были подосланные диверсанты. Дальше он встает с лагерем. Дальше на него неожиданно налетают хеттские войска, наносят ему большие потери и обращают в беспорядочное бегство. И вот, если об этом пишут даже египтяне, значит, вероятно, так и было. Ну, естественно, египтяне после этого пишут, что, несмотря на это, благодаря личному мужеству фараона, ему удалось победить в итоге в этом сражении. Мы смотрим на хеттские документы. Там описывается похожее событие, но по версии хетта победили хетты, египтяне отступили, понеся большие потери. Но вот сравнивая эти тексты и другие документы, историки в итоге приходят к выводу, что никто не победил в этом сражении, что обе стороны отступили. И главное, что у историков в руках есть договор мирный, в итоге подписанный египтянами и хеттами. Причем есть две версии этого договора, египетская и хеттская. И они, в общем-то, в целом совпадают. И вот так, сравнивая между собой различные документы, кроме того, проверяя это с помощью данных археологов, историки восстанавливают события, которые происходили более трех тысяч лет назад. Другой пример, более близкий к нам и более гротескный. Александрийская колонна или Александрийский столб, мы его, по-моему, уже в видео про мегалиты упоминали, грандиозный памятник, до сих пор поражающий воображение, потому что вес только вот этой отдельной монолитной колонны 600 тонн. И находится некто, кто заявляет, что на самом деле эта колонна не была установлена в 1834 году по проекту Монферрана, а ее построили еще в незапамятные времена какие-то там атланты. А, соответственно, нас обманывают историки. Это очень здорово и красиво. Однако в XIX веке уже существовала пресса, существовала печать. Например, питерская, петербургская газета «Северная пчела» активно писала про это строительство. Не верите российским газетам? Можно взять лондонскую ежегодную хронику, где в этой хронике за 1834 год отдельная статья посвящена установке памятника в Петербурге. Кроме того, само это мероприятие, установка этой колонны было превращено в шоу. Туда пришло поглазеть 10 тысяч человек. И многие из них потом об этом вспоминали. Например, поэт Жуковский об этом писал в своих воспоминаниях. Александр Пушкин за пять дней до этого праздника свалил из Петербурга. Видимо, он не любил таких шумных тусовок. И он об этом упомянул в своем дневнике. Французский посланник в Петербурге докладывал своему начальству. Кроме того, есть большое количество, как бы сейчас сказали, бухгалтерских документов, то есть различных приказов о выделении людей, денег, продуктов, одежды, материалов на это строительство. Есть многочисленные чертежи, сделанные Монферраном и его коллегами. Всевозможные устройства, которые используются на этой стройке. Есть проект «Судно», которое перевозило вот эту колонну через Финский залив. Есть гравюры и картины художников, которые запечатлели все этапы вот этого грандиозного строительства. В конце концов, есть каменоломни, где добывался монолит. Они сейчас находятся на территории Финляндии. Я уверен, что все равно найдется кто-то, я даже могу предполагать, кто, кто скажет, что это все враки, это подделки, это заговор. Но мне в связи с этим очень нравится метафора, которую предложил историк и журналист Михаил Родин. Муж возвращается домой под утро, подвыпивший, помятый. Жена видит у него на щеке помаду, чувствует запах духов. Кроме того, ей уже позвонила подруга и сказала, что ее мужа она видела где-то в ресторане с какой-то дамой. Но муж заявляет, дорогая, не верь, это все наветы врагов. На самом деле меня похитили марсиане. Конечно, версия про похищение инопланетянами тоже имеет право на существование. Почему нет? Но мне кажется, что улики все-таки не в пользу марсиан. Итак, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Если кто-то говорит, что история — это жанр литературы, если это желтая пресса, то, скорее всего, потому, что этот человек про историю знает из литературы, из кинематографа, из желтой прессы. А вообще-то труд историка можно сравнить скорее не с работой писателя или журналиста, а с деятельностью следователя. Следователь не присутствовал, скорее всего, на месте убийства, но по показаниям свидетелей, по уликам он, тем не менее, восстанавливает картину преступления. Вот примерно так же работают и историки. Я хочу сказать, дорогие друзья, что мы сейчас планируем некое крупное мероприятие. Мы хотим провести конференцию, посвященную борьбе с лженаукой, прежде всего, с лженаукой в области истории. Условное название конференции «Ученые против мифов». Это мероприятие, видимо, произойдет в Москве в конце мая. Следите за новостями, мы будем информировать вас о подготовке к этому событию.